всем привет сегодня 3 марта 22 года я продолжаю встречаться с поставщиками вопрос у меня один что сейчас будет происходить с материалами мебелью в связи с происходящим связи с санкциями которые накладывают нашу страну но так или иначе мы жить продолжаем кто-то находится в состоянии ремонта его нужно заканчивать соответственно нужно покупать мебель материалы и вот сегодня у меня в гостях или на спасибо что пришла привет привет спасибо что пригласил дал возможность рассказать или на это все что про испанию это салон бомонта не представители группы компании порцеланоса это керамическая плитка керамогранит это санфаянс это фурнитура смесители и прочее и всех естественно интересует в том числе как эту замечательную плитку мы сейчас будем привозить использовать на своих объектах но вот мой первый вопрос такой как вообще вы же общаетесь с партнерами в испании правильно то есть как они сами на это реагируют как относятся что говорят готовы ли дальше с нами сотрудничать они готовы все с нами сотрудничать более того они нам согласовали экспозицию у дилеров буквально вчера вот единственный момент который начнем видимо самого плохого мы сейчас до радужного много на самом деле да но раз спросил сразу так они все хотят сотрудничать они все хотят отгружать не готовы отгружать остается понять как наладить логистику по заказным позициям и по пополнению склада есть уже у нас понимание примерно то есть очевидно что это пойдет теперь другими логистическими путями видимо там через какие-то третьи страны есть даже понимание уже через какие страны но я не буду озвучивать пока это точно не налажено то есть на данный момент мы не продаем заказные позиции продаем складские но рано или поздно как только будут понятные пути доставки какими-то новыми там тропами там то соответственно сразу товар поедет можно будет заказывать совершенно спокойно то есть сами испанцы производители этой мебели поставщики плитки они никаких разговоров не ведут по поводу того что вы русские то мы с вами работать не будем там тыры-пыры нет они не ведут таких разговоров не испанцы не итальянцы не немцы никто таких разговоров не ведет вообще ну например абиби они наложили санкции перестали там что-то отгружать но абиби это электроустановочные изделия соответственно розетки там и так далее они там что-то такое объявили и типа мы не хотим и не будем у нас нет такого нет кого пока да ну и они говорят что мы не планируем ну хорошо тогда вопрос такой вот сейчас продолжаются ремонт и кто-то начал ремонт и им нужно стены и плиткой обклеивать да вот что делать раз пока вы не везете до какого-то времени кстати говоря а сколько потребуется времени примерно понятно неделя месяц что но если обычный контейнер доходит за вами нет пока вы вот эту новую тропу протопчете мне кажется что двух недель до месяца двух недель до месяца да ну нормально то есть понимание есть но нужно там проработать все детали но понятно да что делать сейчас что делать сейчас слушай вам мы никогда не были компании которая ориентировалась сильно на заказное мы всегда продавали так чтобы у людей были минимальные сроки по доставке соответственно у нас очень большие складские запасы то есть у нас в екатеринбурге тысячи квадратных метров склад в котором под потолок просто плитки и сантехники в несколько ярусов и в краснодаре 5 тысяч квадратов склад а у нас головной офис да да из краснодара мы довозим сюда то чего нет в складском запасе из краснодара соответственно это ну с момента заказа до момента отгрузки клиенту проходит ну до двух недель зависимости там от дня в которой он заказал то есть у нас очень много плитки это несколько испанских производителей ведущих это и мелкая плитка это и крупные форматы есть итальянский производитель нас мираж в огромном количестве большом ассортименте складе также есть соответственно и смесители белая сантехника и мебель для ванных комнат и я тебе сейчас удивлю наверное очень вообще бомонд в прошлом году стал в конце года стал производителем паркета и у нас сейчас есть собственная линейка паркета который производится на юге россии который производится из соответственно материалов которые производятся в россии вот и собственно говоря вот например я могу сказать что по паркету вообще никаких перебоев не будет потому что мы закупили заготовки которые есть наличие на складе мы это сделали специально что по паркету выдерживать сроки всегда но паркета тоже не только деревяшки это же еще химия правильно это клея смолы там лаки а это все импортное пока есть запасы привезут куда мы денемся может что-нибудь придумаем короче говоря запасы большие запасы большие сейчас спокойно прийти купить ажиотажа никакого нет там пустых полок нет то есть приходи выбирай покупай знаешь как пустых полок нет ажиотаж конечно есть то есть есть люди которые понимают что рубль обесценивается надо быстрее купить но с рубль обесценивается одно да действительно многие сразу же начали оплачивать кто до этого думал что платит позже да но есть еще такой понятие как ассортимент и выбор понятно что если сегодня там на складе например у нас сто процентов скользких позиций то там через месяц их может быть уже меньше до выбор просто может быть на покупают то соответственно склад немножко уменьшается да 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 у нас есть пути контейнеры на пополнение склада сейчас те контейнеры которые успели выехать вот есть там контейнер который у нас задержался в порту в испании потому что вот нет именно логистики чтобы выехать из испании сейчас но мы решаем с этими людьми вот с конкретными чьи товары там едут там большая часть едет пополнение склада но с теми несколькими покупателями чьи заказные товары там задержались ну вот вчера уже решали вопрос а потому мы им что-то перезаложим или они успеют найти в другом месте чтобы дизайн проект сохранить свой да если у нас там нет аналога например вот ну вот что-то мы нашли у себя на складах там все-таки в разных городах что-то мы перезаложили с ними то есть мы вопросы решаем в общем никого не подвели нету таких кто там побежал бы жаловаться что меня кинули что-то не привезли там нет вот таких нет есть один человек который пожаловался мне попросил заменить менеджера потому что его не предупредили что цены вырастут вот но как бы никто не знал что цены вырастут что с ценами подняли цены мы подняли цены конечно не по тому курсу евро мы продаем который котируется на биржах европы мы продаем по достаточно низком курс то есть у нас там вчера евро был 125 вот когда-то он был 80 сейчас 125 и ну 80 он был сильно давно по достаточно низкому звучит слушай но он он сейчас такой что очень маленькой маленький остается задел до чтобы успеть перевести там рубли в евро и успеть оплатить фабрики аналоги на самом деле то есть дельта такая очень маленькая а как вопрос с переводами денег ну отсюда на фабрику там и так далее потому что сейчас же как-то все вроде говорят закрыто деньги не вывести не перевести что с этим как суши но я вот к сожалению собственник я к этому вопросу не подготовилась но я думаю что мы следующий раз еще увидимся когда ситуация более устыканится и надо будет подготовиться к этому да да это точно слушай но у нас собственники очень спокойно на самом деле смотрят на ситуацию компании 23 года они пережили все кризисы наверное которые у нас были в россии и мы понимаем что у нас ни один кризис он не был кризисом на самом деле то есть они всегда за то чтобы выполнять обязательства перед людьми в любом случае особенно в кризис они всегда понимают что они в любом случае найдут какие-то пути и выходы и всегда это удавалось и например в прошлом году в позапрошлом году во время коронавируса так решили сделать опрос да я подошла к менеджеру к одному там к первому говорю слушают как тебе сейчас в кризис вообще работает как у тебя настроение он так подняла голову какой кризис получается что мы обычно особо не замечаем кризис да нам становится где-то чуть тяжелее да где-то там нужно больше поработать на где-то нужно будет быть внимательнее к покупателям потому что они могут быть на нервах переживает там очень сильно но такого чтобы физически не решалась проблема такого не было ни разу пока я думаю что мы их решим ну мне кажется что в общем ничего тогда катастрофического нет нет и это здорово ну за исключением безусловно роста курса вот это вот вот этой разницы она естественно никого не радует но если это оставить за скобками то в целом ничего не поменялось возим покупаем все это есть вот ну осталось только сказать чтобы наше государство да и тот кто отвечает за курс за рубль за ним как-то с этим поработала да и его возвращала было и русло к но в остальном в остальном все в общем нормально и хорошо слушай все нормально и самое главное есть что купить и и будущее вы смотрите и позитивно мы смотрим будущее позитивно мы уверены в себе вот и мы уверены в том что мы решим и сушен в кризис все равно вырастает желание людей сделать дома красиво а те кому уж надо срочно и пора заезжать дома в квартиры им точно надо сейчас поэтому они не останутся без товара что самое главное ну да да многие боятся действительно еще как было на закате советской власти что останутся пустые полки надо быстрее все купить вот вот этого не предвидится но этого не предвидится возможно что будет какое-то время меньше ассортимент потому что ну на складе допустим запасов на несколько месяцев до чтобы решить там логистические истории эти все нужно там ну там до месяца например что привести там еще какое-то время то есть возможно что будет меньше ассортимент поэтому вот тем кому надо срочно я бы рекомендовала наверное покупать сейчас срочно пока больше выбор до те кто может подождать там например там ну там полгода например вот точно уверенно и и хотят подождать и хотят посмотреть не упадет ли курс там и так далее ну наверное стоит подождать те кому там до шести месяцев и кто понимает что ему прям ну действительно нужно и есть у него сроки важные для него наверное я бы рекомендовала прямо сейчас ну решать каждому но мы готовы и кто и и другой ситуации помочь клиентам любом случае ну спасибо остается сказать извини пожалуйста еще я забыла добавить просто те клиенты которые у нас оплачивали заказные у нас бывает предоплата 70 процентов под заказным они доплаты будут делать тоже по старому курсу ну то есть здесь вот обязательства мы будем выполнять любом случае независимо на прекрасно ну что ж спасибо ну друзья вы все слышали если нужна какая-то дополнительная информация то вы можете писать в комментариях постараемся на них отвечать я возможно или ну подключу отвечать попрошу отвечать ее на эти вопросы но я буду снимать еще серию видео на эту же тему поэтому если вам это интересно и актуально то жмите там на колокольчик чтобы к вам уведомления приходили о следующих видео подписывайтесь ставьте лайк всем пока